это понадобится пастель мелкие цветные наждачная бумага от которой я показал прорисовываем горизонт и внизу гору синим это сначала не смешиваем мелкие а наводим основные цвета то есть я прорисовал сейчас линию где между землей и небом там рисовал дальние дальнюю равнину синим потому что она в отдалении полу размыта смешивается как бы с цветом воздуха и вот это вот пространстве в долине становится синим вблизи как бы самые насыщенные оттенки то есть чем дальше от нас предмет удаляется тем они более становится под цвет воздуха под цвет неба то есть небо допустим в закате красный то и то что в отдалении она тоже должно быть таким цветом но все равно там тоже должен быть присутствовать синий значит вблизи самое то что ближе к нам это самые такие насыщенные тени насыщенные освещения то есть там вот желтая белая яркая освещенная часть пшеницы пшеничного поля и тень она прорисована черным угольком дальше еще сверху рисую горы потому что и они к они в тумане то есть внизу обязательно они в тумане должны быть уходить в туман постепенно видно только верхушку рисую зеленым мелком землю там я вертикальными такими штрихами добавляю делаю вот эти колоски в тени которые делаю их можно в принципе любым любым цветом присуток главное чтобы был темными темным растираю это видео ускоренная в несколько раз у меня есть для тебя подробнейшие бесплатные видео рисования без ускорения где я подробно описываю как рисовать обучая все это на моем канале более 200 видео значит такая будь осторожнее не парань пальцы наждачку с первого раза если рисуешь также недопустимо рисовать одну часть картины одним цветом на другую совершенно противоположным то есть синий и красный это противоположные но можно то есть необходимо соблюдать целостность пейзажа целостность в оттенках и цветовую целостность но ты должен знать что добавлять любой пейзаж можно любой цвет сюда можно было бы добавить ярко ну то есть любой оттенок можно добавить в любую часть пейзажа но его нужно добавить слегка касаясь и растира растереть смешав с другими оттенками основными то пейзажи получаются такими живыми атмосферными мелодичные более так ну вот и советуйте посмотреть другие пейзажи на канале чтобы убедиться в этом я как видишь придерживаю одной рукой наждачку чтобы она не двигалась так как сильно надавливаю пальцами когда растираю когда рисуют мелками надавливаю как бы сначала и как часто я рисую сначала тень то есть сначала темными оттенками потом сверху добавляют что освещено потому что тень она как бы то что от нас скрыто тень это то что от нас скрыто от солнца от солнца скрыт и поверху тени обычно можно добавлять вообще в природе так поехать тени вот то что освещена солнцем видно поэтому сначала я прорисовываю тень а потом сверху добавляют то что видно то что освещено солнце то есть допустим здесь вот в рисовании вот этой пшеницы я сверху добавляю белые колоски там потому что которые освещены солнцем зеленые сверху я рисую еще более отдаленную от нас гору теперь я прорисовываю небо и тучи ты можешь взять наждачную бумагу и просто повторять за тем как как я рисую и я считаю что у тебя будет получаться уже с первого раза хорошие пейзажи и с каждым новым пейзажем тебя будет все больше и больше нравится это рисовать мы прорисовываем двух людей реки так и вообще на маленьких рисую здесь нету момента где я начал рисовать радугу почему-то не записалась вот если я когда нарисовался пейзаж мне он не очень понравился я разочаровался в этом вот потому что он получился такой очень холодный много синих оттенков но все равно как бы здесь видно панорамность то есть ближний план дальний все это здесь показано наждачку ты можешь купить в любом строительном магазине мелкозернистую мелки в любом магазине для школьных товаров товара для творчества все привет хочешь научиться рисовать ты мечтаешь стать художником но нет времени учиться мои видео дадут тебе уверенность вдохновение мотивирует на творчество для тебя есть более 200 видео рисования на этом канале есть хорошие идеи которые я поделюсь с тобой если ты хочешь стать художником ищешь вдохновение ты разочаровался в академическом искусстве то видео уроки станут лучшим решением твоей жизни подпишись ставь лайк ставь комментарии расскажи друзьям ты великий художник чтобы тебе не говорили спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр